Добрый день, дорогие друзья! С большим-большим удовольствием сидела, слушала коллега, думала, пусть бы Аллочка говорила и дальше. А я вот, собственно, слова тут записываю. Ну, правда, единственное, что картиночек тоже не хватало, пока Алла и твои презентации не появились. Спасибо, это здорово, это мне всегда помогает сориентироваться и запомнить, о чем идет речь. И, собственно, поэтому и сама так тоже стараюсь делать. Но вообще, как вы знаете, говорят, что можно запомнить все, когда ты повторишь какие-то вещи три раза. И я, наверное, сейчас тоже выступлю в таком ключе. Особенно с онлайн-историями это всегда так сложно. Я какие-то вещи повторю из того, что уже говорили и Марина, и Алла. Что-то, наверное, постараюсь от себя добавить. Ну и в конце оставлю место, чтобы они ко мне присоединились. И мы подискутировали все-таки о нишах, ресурсности, перспективах и всем вот в этом некоммерческом секторе. Потому что что-то я не вижу в нашем марафоне места, где можно было бы про это поговорить. Поэтому постараюсь его здесь у себя отставить. Ну и что же, как я говорю, что я все равно повторю, что уже говорилось. Есть у нас, как Марина уже представляла, три типа ресурсных центров. Универсальные, которые все для всех отраслевые, которые все для очень определенного типа организации специализированные, которые для всех, но про определенный вид услуги, продукта, смысла или что-нибудь такого. Я вот так для себя почему-то их увидела. Не знаю, может быть, вам они тоже откликнутся, мои прекрасные персонажи. Потому что мне как-то так легче отзывается. Ну, многофункциональный, хотя принято уже теперь говорить больше универсальный, мне все равно как-то слово многофункциональный привычнее, наверное. И как сегодня уже говорила Марина, появились-то мы первыми. Те самые многофункциональные универсальные центры, без которых не было бы сегодня товарной массы некоммерческих организаций, и известных, и неизвестных, и тех, которые уже больше не с нами, потому что перешли в всякие другие качества жизни, и тем, которые еще только нарождаются, без универсалов ничего бы такого не существовало. И сегодня там, где нет других ресурсных центров, они появляются. И вот то, о чем сегодня еще, мне кажется, ни Марина, ни Алла не говорили, мне важно отметить, что сегодня есть большой запрос на универсальные ресурсные центры. Да, там, где их не существует. И запрос этот исходит часто не от некоммерческих организаций, а совсем от других наших уважаемых стекхолдеров, от бизнеса и государства. Они, наглядевшись тому, что устроено в прекрасном, например, Архангельске, или в Нижнем Новгороде, или не в Пензии, или в Самаре, говорят, а что же мы, почему же в нашем моногороде, где мы уже столько лет с заботой пестуем, три с половиной некоммерческих организаций и четыре с половиной городские инициативы никак не рожаются новой организацией. Хотим такой центр. Ну или государства в продвинутых регионах, или уже которые становятся продвинутыми, тоже ставят себе такую задачку, почему бы не начать сразу с создания универсального ресурсного центра. И вот если Марине на презентации речь шла о том, что до универсала и до такого кладези знаний всего можно дорасти эволюционным путем, а вовсе даже и не сразу, ну вот тут я уже готова поспорить, да, Марин, с тобой, потому что считаю, что как на заре некоммерческого сектора, так и сейчас в отдельных регионах придется и нужно начинать с того, что появлялись мы универсалы, вы универсалы, при вашей поддержке новые универсалы, потому что надо развивать все. И ждать уже нечего, и держать только центр развивающий пожилых и волонтеров недостаточно. Нужно того, кто сейчас быстро подхватит все имеющиеся в природе технологии, распространит, внедрит, и дальше уже посмотрим, какие нам специалисты более узкого профиля нужны. И, конечно, сейчас тоже об этом уже говорили и Марина, и только что этим фактически закончила Алла, все универсальные центры, они фактически представляют из себя такие холдинги, которые под одной крышей, под одним даже и брендом очень часто сочетаются специальные нишевые универсальные вещи, но там типа, как можно сказать, например, у центра гарант, что у нас есть, Марин? У нас есть и фонд гарант, раздающий гранты, и ресурсный центр, помогающий воспитывать пожилых, и каворкинг, в котором можно прийти поработать, и еще много-много всего чего-то другого. Вот такие холдинги, казалось бы, там появляются эти ниши, появляются отдельные направления деятельности, но все равно они ассоциируются и брондируются одной и той же уже известной, хорошо для себя зарекомендовавшей маркой гаранта. Но и многофункциональные, или, так скажем, опять же, универсальные центры ресурсные, они отличаются тем, что они выживут и будут существовать, если только бесконечно будут находить для себя новые направления работы, новые задачи, новые рынки, новые идеи, и как отвечать на спрос, который существует, так и представлять и создавать этот спрос, и туда себя продвигать о том, о чем уже тоже неоднократно все не сказали. Отраслевые. Конечно, они появились позже. Позже появились подобные организации, и на самом деле, мне кажется, что большая их часть, это вот мое уже такое наблюдение, появилось именно эволюционным путем. Сначала организация копила экспертный и смысловой, и методический потенциал в своей сфере, а потом стала готова его каким-то другим организациям предъявлять. Ну, не знаю, для меня, например, классический пример — это «Подари жизнь», которая сама много лет занималась с онкологическими вещами, а потом стала делать и образовательные проекты, и поддерживать некоммерческие организации в регионах, занимающиеся этой же темой. И именно поэтому очень часто и клиенты, и партнеры таких отраслевых ресурсных центров находятся не в вашем собственном регионе, а в других регионах. И тут, конечно, возникают собственные разные вопросы, как правильно построить коммуникацию, как взаимодействовать, но очень важны они, и очень нужны, потому что кладе землезнаний в специфических отраслях, чтобы не изобретать велосипед, чтобы не набивать шишки, ну, если только не специфическое, что-то очень региональное. Вот это задача, опять же, таких отраслевых центров. Но и здесь замечу, что есть за последние годы четко наметившийся тренд появления новых отраслевых ресурсных центров по заказу, при поддержке, по инициативе государства. Ну и, наверное, две тематики, которые здесь можно привести, это волонтерство, безусловно, без комментариев, почему и как, и то, что происходит с работой с пожилыми. Вот ресурсные центры в этих сферах сейчас появляются массовым порядком. Я думаю, что все коллеги меня из регионов поддержат и скажут, что ровно так оно и есть. И сейчас мы их видим в других регионах, появляющиеся именно не только выросшими из-за инициативы некоммерческих организаций, а уже и по инициативе государства. Следующий, третий тип специализированных ресурсных центров, мне тоже кажется, что они двух типов происхождения, так скажем, одни эволюционировали и выбрали для себя такую тематику и поняли, что раньше мы были ресурсным центром с самым широкого профиля, а дальше невозможно, потому что появляются либо новые задачи, либо у нас на это ресурсов не хватило, либо еще чего-нибудь, и будем-ка мы специализироваться в одной конкретной тематике, в которой у нас лучше всего получается. А вторые здесь тоже специально созданные для оказания услуг и смыслов и консалтинга, как мне кажется, в большей мере в определенных направлениях. И такие организации, Марина сегодня тоже называла, это и юристы, и гражданского общества, и агентства социальной информации. А вот к эволюционирующим я бы предложила посмотреть на Центр развития некоммерческих организаций Санкт-Петербурга, который вырастил у себя прекрасную компетенцию вот онлайн-образования, и в подборке после этого блока, конечно, будут ссылки на эти и другие ресурсы, которые доступны для других некоммерческих организаций. Но, безусловно, специализированные организации отличают именно богатый опыт работы именно в этой выбранной теме, в которой они работают. Но вопрос, который был задан в заголовке «Все или не все?» у меня вызывает вопрос. Потому что, как мне казалось, у меня есть ответ, я послушала Марину, я послушала Аллу, посмотрела на длиннющие списки вещей, которые делает любой качество любого ресурсного центра, подумала, что вопроса на самом деле не стоит. Потому что мы все равно заложники какого бы типа ресурсный центр мы не представляли, мы заложники очень широкого спектра услуг, вещей, консалтинга, который мы производим. Поэтому нет такого здесь вопроса «Все или не все?» Вопрос, конечно, с чего начинать, куда развиваться, и вопрос скорее, как мне кажется, этот может быть обращен к новым организациям, которые сейчас себя сидят и оценивают. Я видела сейчас дискуссию в чате, «О, мы поняли, что мы тоже ресурсный центр, уже пора бы себя так, честно сказать, и назвать». Ну, давайте посмотрим, если вы действительно ресурсный центр, и что же тогда, где же те ресурсные вещи, которые вы можете предложить и честно себя вообще-то оценить, являетесь ли вы ресурсным центром, и что вы можете предлагать. Ну, мне кажется, классическая история, вам нужно ответить на пять простых вопросов. У Глеба Жеглову было шесть, у меня получилось пять. Что уже есть на рынке? Есть ли уже та услуга, которую вы готовы оказывать не только себе, не только своей целевой аудитории, но и более широкому кругу некоммерческих или организаций, бизнеса или власти, все те, кто сегодня является потребителем услуг ресурсных центров? Есть или нет? Честно, вот есть или нет? И если есть, то, собственно, что же нового можем мы туда привнести, или если нет, то, собственно, а почему нет? Подумайте про это. Что же можем мы? Если у нас уже опыт, который можно транслировать, или нам нужно его наработать, и мы понимаем, что ниша не занята, и туда нам нужно сейчас будет как-то направить свои усилия, и мы понимаем и чувствуем в себе силы, и тогда это надо делать. Если или будет ли спрос на эту услугу? Ответ тоже может быть двояким. Если уже спрос есть, кто его удовлетворяет, и почему там мы считаем, что мы принесем какое-то дополнительное знание к этому? Если спроса сейчас нет, как быстро мы можем его себе сформировать? Хватит ли у нас ресурсов на то, чтобы продержаться то время, пока этот спрос будет формироваться? И где вообще ресурсы на деятельность нас как ресурсного центра? Мне кажется, это отдельно очень больной вопрос, и там в чатике тоже было спрошено, кто же финансирует ресурсные центры? Да все те же самые и бизнес, и государство, и частные пожертвования граждан. Чуть попозже я об этом скажу побольше, потому что, мне кажется, здесь есть одна большая засада, с которой как раз именно ресурсные центры сталкиваются в большей мере, особенно широкопрофильные, чем просто некоммерческие организации. Но, называя себя ресурсным центром, надо точно понимать, где вы возьмете ресурсы, не только, чтобы просто делать свою работу, а вот все те услуги, все те задачи, все те качества, о которых говорили Алла и Марина, воплотить, передать это в расширенном масштабе более большому, более широкому кругу заинтересованных лиц, новых организаций. Если еще идет о том, что вы будете работать не только в своем регионе, у вас есть ресурсы вообще не только вот онлайн, как сейчас мы все прекрасно научились, но и поехать, и посидеть, и поговорить, и 25 раз поехать, и поддержать кого-то, и научить, и что вообще вы будете с этим делать. Ну и еще один, мне кажется, не менее важный вопрос называется временной горизонт. Если вы представляете, что вы готовы занять определенную нишу, сформировать в ней спрос, или наоборот, ответить на существующий спрос какой-то в этой нише, какими-то услугами, какими-то знаниями, какими-то практиками, какими-то методиками, которыми вы обладаете, стоит подумать, на сколько времени вас хватит, и на сколько времени хватит этого спроса. Можно ли сказать, что он конечен? Тогда подумайте, вы вообще ресурсная организация, или у вас просто проект. Это нормально, просто вы делаете проект на такой период времени, не обязательно называясь ресурсным центром. И я хорошо понимаю, что сейчас есть некоторая такая у некоммерческих организаций внутренняя потребность, сформированная извне, называться ресурсными организациями, ресурсными центрами, инфраструктурой. Потому что за последние годы неоднократно и Министерство экономического развития сначале, затем Фонд президентских грантов, различные региональные органы власти, которые говорили именно о поддержке ресурсных центров, вынудили многие организации назваться ресурсными центрами. Давайте посмотрим на себя честно и скажем, мы вообще ресурсный центр? Вот на самом деле, честно, или мы просто делаем хорошо свою работу, и мы сейчас готовы, например, ли денег получить на то, чтобы поддержать свою работу, потому что другими методами мы эти деньги получить не можем. Готовы ли мы адекватно масштабировать свои усилия, вкладывать свои собственные ресурсы, предоставлять эти ресурсы для других в долгосрочной перспективе? Мы можем это себе позволить? Вот абсолютно адекватно и честно, посмотрите на себя. Вот никто на вас сейчас не смотрит, только вы. Вы это оно? Не знаю. Это ваш ответ. Вот точно могу сказать, что ничего страшного, если вы честно ответите, себе нет, и будете хорошо работать, и делать работу ради той цели, ради миссии и целевой аудитории, ради которых вы создавали свою работу. Но помните, что если вы называетесь ресурсным центром, вы подписываетесь под определенными обязательствами, которые возникают со стороны к вашей работе, к вашей деятельности, к вашим услугам, и обмануть эти обязательства уже становится довольно проблематично, потому что перед вами становится выбор, будете вы дальше продолжать быть ресурсным центром, или не будете вы больше ресурсным центром. Если вы выбираете, что вы ресурсный центр, вообще-то у вас возникает довольно много сложностей, о некоторых из них мы уже тоже говорили, конечно, вам нужны кадры, или вы должны знать, где эти кадры к себе привлечь. Вы должны точно понимать, где вы будете брать ресурсы, потому что с ростом вашей деятельности ресурсов вам самим, для того, чтобы предоставлять их другим организациям, будет все нужно все больше и больше. Где те доноры, где те партнеры, где те долгосрочные ресурсы, которые необходимы для вашей деятельности. Но, мне кажется, самый главный сложный вопрос, с которым вы столкнетесь, как только вы называете себя ресурсным центром, какого бы то ни было плана, это то, с чем вас будут сравнивать и идентифицировать снаружи. Потому что или вы будете грантаедом, или вы будете действительно таким многофункциональным центром, или вы будете аналогом государства, который подставляет плечо под любую тему, или вы будете правой рукой компании на вашей территории. Кто вы будете, как вы будете объяснять, почему вы ресурсный центр, а не просто некоммерческая организация, ромашка, или не просто фонд места в сообществах, гарант. Как вам придется найти правильные слова, правильные паттерны, и внутри себя, и со своими сотрудниками, и со своими партнерами, и очень хорошо транслировать это вовне, иначе это будет невозможно. Что вы получите в обмен? Что будет связано с вами, как с ресурсным центром? Безусловно, и об этом уже говорили много раз сегодня Марина и Алла, это вообще-то экспертиза. Конечно, и вы не можете быть без, вы не можете развиваться без экспертизы, но к вам за этим будут приходить и некоммерческие организации, и жители, и представители власти, и представители бизнеса, и представители средств массовой информации. Потому что узкий или широкий ли профиль вы выберете для своей деятельности, вы заложник того, чтобы эту экспертизу к себе иметь, и как обмен на эту экспертизу вы получите влияние, то самое, о котором говорят, что некоммерческие организации являются такой мягкой силой, это мы. Это не просто отдельные некоммерческие организации, это вот как весь пул некоммерческих организаций, так и во многом ресурсные центры и ресурсные организации, инфраструктура. Посмотрите на те изменения, которые произошли в социальной сфере за последние даже не 20 лет, посмотрите за 5, за 3 года, за последние 2 года, например, в сопровождаемом проживании, например, в отношении с пожилыми, например, в отношении экологии. Во многих-многих вещах это ресурсные центры, экспертные организации продвинули, повлияли, изменили, изменили не только позицию власти, изменили отношения граждан, что мне кажется, самое дорогое и важное. И это то, что вы получаете, становясь экспертным ресурсным центром. Ну и, конечно, большую сеть партнеров, потому что, конечно, невозможно одной организации выдержать, выжить и все это на себе удержать, если вы партнеры. И даже самого широкого профиля ресурсный центр никогда не может иметь внутри себя кадры по всем темам, методики и экспертизу по всем темам, но богат именно партнерской структурой. Что же, вот здесь уже к вопросу о том, куда же мы с этим идем и что, каково уже будущее ресурсных центров. У меня, знаете, такая довольно радикальная позиция, что или ты назывался ресурсным центром и бесконечно тогда эволюционируешь и развиваешься, или ты фактически умираешь. Потому что вот этого возврата в некое среднее положение у тебя нет. Ты не можешь сказать, сегодня я ресурсный центр, и я вот это умею и знаю, делаю, развиваю, продвигаю. А завтра, простите, я передумал. Вот эти обязательства, это внешние ожидания во включение в долгосрочные проекты по изменению окружающей действительности, которые все равно втравливается любой ресурсный центр и говорит о том, что у вас нет возможности держаться на месте. Вас только одно может бежать на месте, как у Алиси, бежать быстрее и эволюционировать, и развиваться. И условия этой эволюции тоже очень простые. Вам необходимо, как уже тоже говорила Алла, бесконечно собирать экспертизу внутри себя, развивать невероятные аналитические способности не только у руководства ресурсных центров, но и у команды как таковой. Это должен быть такая компетенция, относящаяся к командам. Ресурсный центр, мне кажется, должен быть очень гибким. Даже если вы выбрали специфику узкую и работу в очень узкой тематике, возможность перестроить свою работу, изменить концепцию, привлечь партнеров, опять же, и перестроить все, это залог эволюции. Вы не можете закоснять и читать по одной и той же методике программы, как создавать некоммерческие организации 96-го года развития. Все поменялось. Вы должны придумывать и предлагать варианты, как это делать онлайн, как это делать оффлайн, как это делать с кругом благотворителей, как это делать через развитие сельских территорий. Я не знаю, как еще. Каждый день это меняется. И то, как мы быстро можем свой скелет под эти дела подстроить и дорастить экзоскелет, говорит о том, сможем ли мы развиваться и сможем ли преодолеть в том числе внутренние ниши. Это такое внутреннее самоуспокоение, самоуверение, что мы, да, мы самые крутые специалисты вот в этой конкретной теме, на этой конкретной территории или для этих конкретных организаций. Это провал. Мы на этом не можем вообще как бы никак останавливаться. Это то, что нужно работать внутри себя, внутри своей организации, объяснять, преодолевать, строить большие новые стратегические планы завоевания мира и двигаться вперед. Конечно, для этого нужны ресурсы, партнеры, то, о чем мы уже тоже говорили сегодня неоднократно. И то, что мне хочется сказать, что даже маленькие, даже новенькие некоммерческие организации, которые только сейчас чувствуют в себе потребность становиться ресурсными центрами, смотрят сегодня наш эфир и думают, что вот это моя стратегия развития. Я на своей территории вырасту в известную, хорошую, сильную, ресурсную организацию в данной теме. Вы должны помнить, что вы не одни, что как минимум с утра сколько? 199 человек одновременно смотрело наш прекрасный эфир. Вот сколько у вас уже партнеров, вот сколько у вас друзей, которые готовы подставить плечо, которые готовы поделиться своими знаниями, опытом, прийти на помощь, встать в один строй, поддержать вас. Все для того, чтобы мы создавали вот эту такую, не то чтобы кристаллическую, еще раз говорю, что это очень мягкая и гибкая и подвижная система разного рода ресурсных центров, но создавали ее вместе, обменивались знаниями, методиками и тогда, мне кажется, мы сможем преодолеть такую историю, про которую я хотела буквально на последние три минуты пригласить Марину и Аллу, размышляя о нишах, которые может занимать или не занимать ресурсный центр, так или иначе, вот для сравнения нашла такую вещь, как экологическая ниша, которая имеет вполне себе закон развития, как известно, на любую деятельность влияет наличие разных факторов и биомасса или численность так или иначе популяции оказывается вот в такой интересной логике находится, что оптимум достигается вовсе не на концах, не от интенсивности фактора или не от недостатка факторов влияния, а некой середине, то есть я для себя сделала такой вывод, что много, очень много ресурсных центров самой разной профферии, это не очень хорошо, мало, ну в общем тоже зогноугнетение, как тут написано на этой прекрасной картинке, а нам нужно найти вот этот вот диапазон толерантности и нормы, чтобы добиться оптимума, то есть достаточного количества ресурсных центров, занимающихся самой разной тематикой, услугами, работой с клиентами и тем самым продвижение сектора вперед. Марина, Алла, отнеситесь. Да, мне кажется, что вот этот последний слайд, он как раз ко всем трем нашим выступлениям, потому что мы с разных сторон пытались разговаривать в общем-то о очень важных вещах, о том, что ресурсный центр – это не просто название, и это такая вещь, которая, ну если ты уже назвался ресурсным центром, то шанса вылезти из кузова у тебя уже нет. Поэтому, да, и в этом отношении, конечно, мы все понимаем, что если организации заходят в это поле осознанно и действительно готовы брать на себя вот эту ответственность, я сегодня писала в одном из постов в фейсбуке, что сейчас уже мало бежать, сейчас ресурсные центры уже со скоростью звука должны лететь, чтобы успевать накапливать компетенции и делиться с ними тех, ради кого они работают. И поэтому крайне важно взаимодействие между ними, чтобы обмениваться знаниями, крайне важно подпитывать друг друга ресурсами. Для этого должно быть вот это оптимальное количество и там должны быть разные организации, потому что не только универсалы, но и специализированные и отраслевые для того, чтобы мы максимально вот создавали вот эту ну как бы сетку безопасности для некоммерческих организаций, чтобы некоммерческие организации, занимающиеся в разных территориях, разными аспектами и направлениями деятельности, всегда понимали, что вот снизу есть вот эта вот подушка, сетка безопасности, которая поддержит в трудную минуту, которая позволит, да, в пружине ты даст импульс для взлета и для этого вот мне кажется, что очень важно как раз выстраивать взаимодействие и партнерство и это позволит достичь вот этого оптимума, когда мы будем понимать, какие компетенции каждому из нас надо доращивать, чтобы эта сетка не рвалась нигде, но в то же время не была слишком плотной в одном месте и дырявой в другом. Алла, если что-то добавишь. Ну да, у меня, когда Наташа начала про это говорить, знаете, я что вспомнила, это Алису в стране чудес, да, для того, чтобы оставаться на месте надо бежать, а для того, чтобы куда-то попасть надо бежать еще быстрее. И я как человек малоспортивный понимаю, что я не всегда могу бежать с необходимой скоростью, но жизненный опыт есть такой, когда ты уже бежать не можешь, но твои партнеры подхватывают тебя под руки и сопровождая, значит, это движение различными веселыми словами, продолжают тянуть тебя вперед. В этом смысле мне кажется история про консолидацию вообще сектора, да, который вот для меня кажется очень важной, да, потому что совместными усилиями всегда проще решать какие-то вопросы с одной стороны, а с другой стороны про консолидацию и партнерство ресурсных организаций именно как возможность, да, более качественного решения каких-то вопросов, но вопрос даже не стоит, да, потому что мы вот вчера с Наташей про это разговаривали, да, когда готовились к сегодняшнему марафону, что не обязательно мы должны быть старыми друзьями для того, чтобы сотрудничать, не обязательно мы должны там уже до этого съесть там четыре пуду соли для того, чтобы стать партнерами, партнерства могут возникать и без наличия вот этих вот старинных связей, при наличии интереса и понимания совпадения ценностей и целей, а вот как раз в процессе этого совместного проживания, да, там совместной генерации каких-то идей, совместной реализации различных там микро-макро проектов и активностей формируются вот эти еще и человеческие связи, потому что мне кажется, что одним из важных ресурсов, про которые мы тут не говорили, да, но он как бы само собой где-то там вот присутствует, это мы про это, я, по крайней мере, вот, ну, для меня это очень ценно, это то, что совместный труд, да, для моей пользы, он объединяет и потом, зная вот этот свой коллективный потенциал, можно ставить перед собой самые амбициозные задачи, и как Наташа сказала, можно не ощущать себя ресурсным центром на данный момент времени, но вступив вот в такую коалицию, кооперацию, ты в какой-то момент обнаруживаешь, что твой ресурс внутренний вырастает настолько, что уже не вмещается в тебя. Спасибо большое, прости, пожалуйста, у нас просто... А вот всегда меня просто это на полусловие... Ну, это значит, что, да, придется продолжить марафон вместо 13 и 14 часов. Там еще, Мариш, там еще есть вопросы в чатике, я знаю, я вижу, что уже следующий спикер, я быстро скажу, что не так страшно, что не быстро развивается РЦ на муниципальных территориях, все должно просто возревать. Всему нужно время, именно та вот гибкость ресурсных центров, о которых я говорила, чтобы она отстроила, чтобы это мясо, чтобы это понимание наросло. Ничего страшного, что если это не быстро происходит, это все будет. И про бизнес-модели, я думаю, что это будет разговор на тех завтраках, которые и по субботам будут теперь происходить, потому что, конечно, избежать этой темы невозможно. А дополнительные ресурсы, которые могут быть нужны тематические для некоммерческих организаций и для ресурсных центров. В следующей отбивке после этого блока, Марина, я думаю, еще это анонсирует. Да, конечно. Будем только рады этому делиться. Да. Продолжение следует...